Айдар Мирович, добрый день. Рад приветствовать вас в нашей программе. Хотел построить разговор следующим образом. Сначала поговорить немного об общих вопросах финансовой грамотности, а затем перейти к работе вашего центра. Ну и первый вопрос, как вы в принципе оцениваете уровень финансовой грамотности населения России на сегодняшний 2017 год? Добрый день, Ренат, добрый день, уважаемые зрители. Действительно, спасибо большое за регулярное приглашение. Если говорить об оценке уровня финансовой грамотности, безусловно, существуют рейтинги, то есть какие-то независимые оценки, и, в общем-то, Российская Федерация по разным срезам населения традиционно ходит в десятку вообще как бы по этому уровню, что, конечно, говорит о том, что все-таки финансовая грамотность у нас, слава богу, не на последнем месте. Тем не менее, зная, как умеют наши дети, особенно студенты, отвечать на тесты, надо отметить, что, наверное, не все, наверное, вот эти измерения являются, наверное, объективными. И, конечно, в общем-то, если честно, работа еще не початый край. А вот если говорить о финансово грамотном человеке, вот кто он у себя, что он умеет делать, какие метрики вообще есть, чтобы оценить? Спасибо за вопрос. Действительно, есть определенный уже стандарт, он сложился и в западных странах, и в наших. Это, конечно, человек, который умеет оценивать финансовое состояние, в первую очередь занимается учетом своих доходов и расходов, самое элементарное, чего, мне кажется, делают очень редкие люди. Безусловно, он может грамотно оценить, нужен ли ему сейчас кредитный заемный ресурс или он может обойтись. Безусловно, знает все признаки финансовой пирамиды. Безусловно, пользуется активно новыми финансовыми инструментами, ну и старыми тоже, да, такими, как страхование, например. Ну, то есть активно вовлечен в мир денег и финансов. И таких, к сожалению, у нас пока меньшинство. Большинство, конечно, пользуется только какими-то элементарными инструментами, которые еще у нас действовали в советский период. Вот есть федеральный проект по повышению финансовой грамотности населения России, он уже действует несколько лет, с 2011 года, если я не ошибаюсь. Как вот его оценивать? Какие-то результаты вот уже достигнутся за такой период времени? Либо финансовая грамотность это такой объект, который оценивается только на долгосрочную перспективу? Вы совершенно правы, Ренат, что действительно проект начался достаточно давно, вот, и сейчас он имеет уже, ну, обозримые какие-то результаты. Вот, более того, на следующий год у нас будет уже проходить международный форум, глобальный международный форум по финансовой грамотности. И, на самом деле, ведь мы уже говорили с вами о том, что идея вот это, так сказать, в глобальном масштабе начать это движение принадлежит нашему президенту, Владимиру Владимировичу Путину. Еще, действительно, с 2010 года этот процесс развивается. Вот, но, действительно, пока трудно оценить, потому что и в научном плане каких-то таких объективных оценок не существует. Процесс, действительно, вот, мы полностью с этим согласны, он бесконечный, да, его можно только начать. Вот, и мы, собственно, вот, занимаемся этим проектом под эгидой Всемирного банка, нашего Министерства финансов, Министерства образования, науки, вот, и вот, в общем-то, еще говорю, что вот мы пока что свет в туннеле не видно, это, в общем, такой процесс очень перманентный. Ну, вот, с этого момента хотелось бы подробнее окунуться в вопрос. Вы руководите региональным центром. Расскажите, пожалуйста, каковы цели, задачи и вообще функции вашего центра, как он вот в этот федеральный проект интегрировал? Ну, с большим удовольствием хочу отметить, что мы завершили первый этап, который как раз заключается в том, что мы подготовили 1515 педагогов в республике Татарстан, и более того, эти педагоги уже приступили к проведению уроков по финансовой грамотности. Это коллеги наши, да, которые работают в средней школе, в СПО, ведут различные предметы. Ну, преимущественно, конечно, мы делали ставку на учителя общества знаний, истории, математики, начальных классов, вот, но в том числе есть и ОБЖ, и татарский язык, да, и учителя других, как у нас принято, другие предметники, вот, и поэтому у нас весь спектр представлен. По географии тоже, в общем-то, мы охватили все основные наши центры, то есть все города с крупным населением, основные районы республики, которые, в общем-то, ну, где сосредоточено большое количество школьников, скажем так. Поэтому с уверенностью можно сказать, что уже более 150 школ занимаются. Это, в общем, достаточно большое. И, конечно, я бы хотел выразить большую благодарность и нашему руководству, нашего вуза, нашего института, вот, Нелегу Мирни-Багудиновой, и, конечно же, моему коллективу, без которого это было бы невозможно. В общем-то, моя задача, это как менеджера все это организовать и, в общем-то, руководить, а, в общем-то, основное, это наши коллеги, которые каждый день работали над этим. Ну и очень приятно, и хочется отметить, конечно, что учителя наши очень откликнулись, да, нашли этот призыв, он нашел отклик, он нашел понимание, вот. И, в общем-то, у нас никогда никаких отказов, никаких вопросов не было. Все, в общем-то, активно взялись за это дело, понимая, что это нужно каждому, даже непосредственно, в общем-то, самим учителям. Поэтому вот у нас такая прекрасная новость, что мы, в общем-то, перешли от первого этапа непосредственной подготовки учителей ко второму, где мы, собственно, дальше будем заниматься консультированием, опять же, вот, естественно, совместно с коллегами моего центра будем проводить какие-то мастер-классы, семинары выездные, вот, и уже мониторить ситуацию для того, чтобы уже, как бы, вот этот процесс, он, что называется, не заглох, а продолжался уже, вот, как мы с вами только что с вами говорили, чтобы он продолжался длительное время. Вообще, в принципе, о каких сроках идет речь? То есть, понятно, что это 2018 год. Какая программа вообще вашего центра? Ну, вы знаете, Ренат, у нас, как бы, мы, естественно, работаем в рамках финансового года, то есть, в данном случае финансовый год подходит к завершению, поэтому спасибо, что пригласили на интервью, мы как раз подводим предварительные промежуточные итоги. Мы, безусловно, рассчитываем на долговременное сотрудничество. Просто я бы еще хотел отметить, что была принята стратегия финансовой грамотности. Это, в общем-то, первый документ такой, значимый, подписанный, опять же, и нашим президентом, где, в общем-то, расписан на ближайшие 15 лет. И будем рассчитывать, что, как бы, действительно, вот, весь этот период, этот проект будет длиться. Вот, будем надеяться, что подключатся и регионы уже, да, не только федеральный, он будет уже и региональный, а, может быть, и муниципальный уровень подключится. Во всяком случае, в стратегии вот финансовой грамотности, повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации стоит именно такая задача, чтобы все институты, да, все вот элементы нашего общества были активно вовлечены в этот процесс. Вы, как известно, очень активно взаимодействуете с своими региональными коллегами, в принципе, по новостной ленте это заметно. Как вы выстраиваете вот работу именно с регионами? Есть какие-то совместные проекты? Может быть, просто принимаете полезный опыт какой-то? Безусловно, мы работаем с регионами, и более того, вот, в продолжении вашего вопроса о будущем, так сказать, проекта, будущем нашего центра, сейчас, вот, в общем-то, ведем переговоры о том, чтобы, благодаря вот тем значимым успехам, которые достигли мы с коллегами, мы, в общем-то, становимся не региональным, а межрегиональным центром, и мы, собственно, вот, если, так сказать, алла-берса, все как бы срастется, что называется, мы готовы уже начать обучение учителей у наших соседей, наших добрых соседей, это учителей в Чувашской республике и Марийской республике. Во всяком случае, вот, все документы сейчас готовы, мы, в общем-то, ждем просто их подписания. Ну, и, конечно же, это какие-то конференции тоже, выездные мероприятия, вот, и сегодняшний форум, да, я уж о нем тоже непременно обязан сказать, да, очень приятно, что вот студенческий форум, в котором тоже я и мои коллеги, безусловно, участвуем, потому что это наше общее дело, общая задача, вот, очень обширная география, это и Москва, да, это и наши соседи, и вот даже приехали коллеги из Красноярска, да, с Орла и других, вот, в общем-то, ну, совершенно разные уголки России, вот, и очень важно, что это студенты, да, что это их желание, их инициатива показать свои знания, свои умения и здесь напитаться новыми какими-то знаниями по финансовой грамотности, по финансам, так сказать, как принято у студентов говорить, да, вашего круга лайфхаками, которые действительно помогут им не просто, ну, хорошо учиться, да, и аттестоваться, а именно помогут жизни в каждодневной, в общем-то, в каждодневной своей быту. Хорошо, и вот такой вопрос, помимо вот масштабных мероприятий и активной работы со студентами, главный фокус все-таки это учителя, и, соответственно, цель научить молодое поколение именно основу финансовой грамотности. Насколько это эффективнее, то есть, если мы говорим о студентах или взрослом населении, работать именно с молодежью? То есть, наверное, азы, основу финансовой грамотности нужно преподавать с младших возрастов, да? Абсолютно верный постулат, именно так и записаны в стратегии финансовой грамотности, именно об этом говорится и в международных документах, на базе которых мы работаем, что, безусловно, чем раньше начинается процесс обучения финансовой грамотности, тем лучше. И, конечно, вот то, что именно в школах, и, собственно говоря, вот по детским садам, да, мы в прошлом вот с вами встрече говорили о том, что и у нас в республике начался процесс объединения, да, детских садов уже со школами. Вот, соответственно, вот я понимаю, что этот сегмент тоже будет нами охвачен, и тоже будет зоной такого пристального внимания. Вот, и, конечно, вот, ну то, что вот такое, именно раннее такое воспитание, раннее образование, оно формирует именно правильное финансовое поведение, грамотное финансовое адекватное поведение, вот, и, естественно, очень поможет нашим юным гражданам в своей жизни. Ну и последний завершающий вопрос. Нам с оптимизмом смотреть в будущее, все-таки надеяться на то, что финансовая грамотность населения России будет повышаться, либо как-то пока еще осторожно делать? Безусловно, безусловно. Я думаю, что все-таки наше население, как у нас есть послодица, да, про наш народ, что мы долго запрягаем, но быстро ездим, вот это именно, мне кажется, та послодица, которая характеризует состояние дел в этой сфере. Вот, мы долго приглядывались, долго готовились, но сейчас, мне кажется, процесс уже необратим, только, так сказать, вперед. Вот, поэтому я уверен, что, в общем-то, удастся нам действительно воспитать целое поколение, и в дальнейшем вот эти механизмы, которые сейчас будут уже выставлены, они будут работать всегда. И, в общем-то, мы меньше увидим вот этих вот страшных и, в общем, трагичных историй, там, связанных там с какими-то и банкротствами, да, и с невыплатами долгов, да, и даже вот там самоубийствами и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что это потихонечку все будет отходить прошлое, и мы, конечно, с коллегами вот прилагаем все возможные усилия для того, чтобы вместе, безусловно, с компетентными органами, да, которые занимаются это в силу своих обязанностей, мы вот уже как в дополнение такая вот большая и необходимая миссия, которая, я уверен, что эта миссия выполнима, вот, и, как я уже сказал, она, видимо, бесконечна. Поэтому, мне кажется, все будет хорошо у нас. Благодарю вас за оптимистичные прогнозы и за интересные содержательства. Спасибо, спасибо, Иннатон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok